Новый хирургический корпус онкодиспансера должен вступить в строй осенью следующего года. Средства на это поступят из федерального бюджета и из республиканской казны. Глава Чувашия Михаил Гнатьев обсудил со строителями сроки завершения работ. Здание онкодиспансера, где сейчас проводятся все операции, было построено в 1974 году. И на сегодняшнюю нагрузку просто не рассчитано. За последние 20 лет число пролеченных больных увеличилось больше, чем в два раза. По год здесь выполняется около 7,5 тысяч хирургических вмешательств различной степени сложности. Операционный день иной раз длится с 8 утра до 8 вечера. Мы рассчитываем, что прибавится к 5 тысячам операций. Это даст возможность в планном порядке спокойно выстраивать работу. Работать уже не до 7-8 часов вечера, а до 4-5, дальше заниматься пациентом. Заводить новый корпус начали в 2012 году. За это время в строительство вложено более 340 миллионов рублей. Можно сказать, что полдела сделано. Сегодня все шесть этажей нового хирургического корпуса построены, идут внутренние работы. На их завершение понадобится еще около 350 миллионов, из которых 294 предусмотрены в федеральном бюджете, 68 – в республиканской казне. Это корпус большой, на 16 тысяч квадратных метров. Это практически огромные площади. И в год, по прогнозам, то, что говорят мне медики, 5000 операций должны здесь проходить. Если взять общее количество операций в республике, мы выйдем на показатели 12-13 тысяч операций в год. Это уже большие объемы, значимые цифры. Мне очень хочется, чтобы наши жители, не выезжая за пределы Чувашской республики, могли получать здесь качественную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Одновременно решается вопрос об оснащении нового корпуса. На современное оборудование понадобится свыше 220 миллионов рублей. Причем закупать его будут с расчетом на проведение высокотехнологичных оперативных вмешательств. За последние годы в разы увеличилось количество этих операций и увеличилась доступность для нашего населения в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. И у нас в республике по профилю высокотехнологичных медицинских, скажем так, оперативных в основном вмешательств, работают практически 7 лечебных учреждений. Если мы начинали только с перинатального центра по выхаживанию недоношенных, новорожденных, сегодня практически работает онкологический диспансер, кардиологический центр, офтальмологическая больница. В республиканской больнице по нескольким профилям оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.